Два-три ночных рейда в неделю, а в сезон нереста рыбы в два раза чаще. Наблюдение за территориями с помощью купленных на свои деньги видеокамер. Ровно год назад клайбские рыбаки решили взять под опеку пруд, тогда еще носивший имя Треничайский. Забота рыбаков именно об этом водоеме также не случайна. В сентябре 2016 года для ремонта плотины из озера Лаукжимю была спущена вся вода. Планировалось, что вся рыба из громаднейшего водоема уйдет в реку Данге. Но строители просчитались и рыба была обречена. Спасать фауну водоема государственные структуры отказались. Вот тогда-то рукава засучили сами рыбаки. Рыбу неделю собирали в канистры и перевозили в Клайпиду. Узнав о том, что в Треничайском пруду поселились двухметровые самы и 15-килограммовые щуки, к озеру потянулись рыбаки, не всегда порядочные. Спасенную рыбу пришлось спасать повторно. Сегодня ситуацию уже можно назвать неплохой. Люди стали понимать, что озеро на самом деле охраняется. Мы засады на браконьеров устраивали и сети доставали. Сдружились и с постоянными порядочными рыбаками, которые нам сообщают, если что-то происходит незаконное. Защитить этот пруд считаем делом чести. Сегодня Треничайский пруд переименовали в пруд Малуно. Так была отдана дань историческому названию этого водоема. Пруд и парк активно развиваются. В нем уже обустроены зоны активного отдыха на воде. Планируется, что вскоре это место станет популярной зоной отдыха Клайпидчан. Порт прочистят и приведут в порядок. В нем увеличится количество развлекательных мест. Рыбаки надеются, что рыбалку в этом водоеме можно будет также сделать культурным развлечением без ущерба для водных обитателей. По принципу «поймал-отпусти». Большинство рыбаков сегодня уже понимают, что рыбалка – это не способ раздобыть еду. Ну, неужели нам нечего есть? Ведь тут важен сам процесс, который не обязательно должен заканчиваться поеданием улова. Хотя, несомненно, в законном установленных объемах рыбу ловить никто не запрещает. Но ремонт плотины из озера Лоукземю закончится в начале следующего года. Уже сегодня плотина полностью функционирует. Осталось облагородить окрестности и запустить в водоем рыбу. Только вот прежних размеров и количества водные обитатели достигнут не скоро. Возраст некоторых бывших жителей водоема достигал 20-30 лет. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.